А товарные знаки можно было бы более понимать, то есть более осознавать, что у тебя находится во владении, и хотя бы как-то можно было бы проще предсказать, чем закончится суд. На самом деле, ты пытаешься сейчас спровоцировать меня, чтобы я согласился с тобой в нашем давнем споре, но я соглашусь от Самипур. Почему? Смотри, смотри, на самом деле. Всем привет, это Копикаст, мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Линдрисяк. Сегодня у нас... Мы наконец-то пробудем из недр нашего юридического сознания спор, который давно нарождался во всех предыдущих выпусках нашего подкаста. Я давненько говорю о том, что, возможно, товарные знаки не нужны. Антон считает, что, в принципе, нужны, и этот институт надо оставить. И если мы его оставим, то, конечно, только потому, что Антон так сказал. Ну, конечно, конечно. Да, дело в том, что часто, когда к нам, как к юристам по интеллектуальной собственности, обращаются владельцы брендов, которые жалуются на конкурентов, которые пытаются эксплуатировать их бренд, используют какие-то похожие обозначения и все такое, мы им обычно говорим, ну, вот вы можете использовать, собственно, средства индивидуализации, там, право на товарные знаки, право на коммерческие обозначения, все такое. Но, помимо этого, вы можете обратиться в федеральную антимонопольную службу и использовать конкурентное право, антимонопольное право. И оно, в принципе, действует очень похожим образом. И поэтому каждый раз, когда я вспоминаю, в принципе, про существование конкурентного права, я думаю, а почему нам его недостаточно, и зачем нам нужны товарные знаки, для того, чтобы защитить владельцев брендов от копирования со стороны конкурентов. Ну, и каждый раз, каждый раз, когда я это слышу, у меня просто нарастает внутри какое-то вечное недовольство. Ну, и вот поэтому мы, наверное, сегодня решили, наконец, уже излить друг на друга эти накопившиеся годами просто слова, выражения и тезисы, главное, самые, конечно же, вы пришли сюда за тезисами, которые мы копили достаточно долгое время. И сегодня вот мы поговорим о ситуации, о том, можно ли заменить конкурентное право, точнее, институт товарных знаков средствами конкурентного права. И делать мы это будем, наверное, на примере какого-нибудь кейса, чтобы вам было понятнее слушать и нам было понятнее говорить, наверное, в каком-то смысле. Я предлагаю обсудить, значит, такую историю, что вот есть некая совокупность людей, предположим, два, и у них есть некий проект, немножко творческий, немножко информационный, назовём его, ну, например, Копикаст. И, да, и они, значит, рассказывают об интеллектуальной собственности. Вот уже там очень много выпусков, их все можно послушать прямо сейчас на Яндекс.Музыке, там на Ютубе, лайки поставить, комменты, ну, в общем, всё, как вы любите, как мы любим, когда вы это делаете. И появился некий конкурент, который, например, тоже делает подкасты или, например, ведёт какой-то канал в другой какой-нибудь социальной сети, в Инстаграме, или там, не дай бог, на живом журнале. Называется этот проект, например, Копираст. Вот. И что делать, собственно, в двух... Как бы эту ситуацию помогли решить два разных способа защиты, две разных системы, настроенные в законодательстве. Ну да, абсолютно два разных правовых института вроде бы, но очевидная мысль, очевидная мысль, которую я сразу озвучу и попробую меня переубедить. И товарные знаки, и конкурентное право в конечном итоге позволяют достичь одного и того же результата. Конкуренты перестанут использовать похожее обозначение. Вообще нет. Если они достигают одного и того же, зачем нам два целых института и усложнять? Зачем? Почему бы не взять бритву Акама и не повырезать товарные знаки? Объясни. Ну, просто потому что не получится одного и того же результата, и вообще, в принципе, не должно получаться одного и того же результата. Если получается... В чём разница? С использованием разных правовых институтов, действительно направленных на разные вещи, если получается один и тот же результат, значит, один из этих институтов просто неправильно работает. И здесь как бы нет никакой бритвы Акама, которой мы можем воспользоваться. В чём разница? В первую очередь, товарные знаки, как институт права, направлен на... на сохранение некого... и на поддержание некого частного интереса конкретного лица в использовании обозначения для индивидуализации товара. То есть я придумываю какое-то слово или какую-то картинку, которую очень долго, очень много использую на собственном товаре, и тем самым помогаю потребителю не перепутать при выборе товара на полке в магазине, и тем самым помогаю себе продвигаться на этом рынке. Да, очевидно, что я достигаю каких-то конкурентных, возможно, преимуществ, но в лучшем случае косвенно и просто потому, что я вышел на рынок, и я вынужден конкурировать. На самом деле товарный знак мне в первую очередь конкурировать не очень помогает. Помогает конкурировать качество товара, уровень цены и так далее. И до определённого момента времени, до определённой известности на первых порах развития собственного товарного знака, он вообще никак мне не помогает конкурировать. В чём разница при применении подходов? Когда я пойду в суд и устраню возможность конкурентам использовать обозначение сходное с моим, я не получу никаких преимуществ на рынке, я никоим образом на рынок не повлияю, я просто, что называется, устраню несправедливость, допущенную в отношении моего товара. Я прекращу возможность появления на рынке товара с моим обозначением. Когда я пойду в антименопольную службу и когда я привлеку лицо к ответственности, я в первую очередь помогу рынку, а не самому себе. Я исцелю, так сказать, недобросовестность, которая есть на рынке, и я помогу не только избавить своего конкурента от использования моего обозначения, и тем самым получу бенефит я, но получит бенефит весь рынок, и все третьи лица, все мои конкуренты тоже получат некое преимущество, поскольку недобросовестный конкурент, вот эта вот капля дёгтя, которая есть на нашем рынке, она будет устранена, и в конечном итоге все от этого только выиграют, потому что конкуренция, она снова станет, так скажем, здоровой на рынке. И от этого выиграют не только все конкуренты, но все смежные сферы от этого выиграют, которые так или иначе завязаны на рынке, которые, например, ходят туда за какой-то услугой или товаром. От этого выиграют потребители, от этого выиграют общество, от этого выиграют в конечном счёте государство, поскольку чем меньше недобросовестных конкурентов, тем меньше необходимо прикладывать усилий для регулирования рынка. И из этой основной идеи растёт всё моё неприятие возможности замены товарного знака средствами недобросовестной конкуренции, поскольку в первую очередь надо понимать, что разные цели, разные задачи у двух институтов, и у институтов с разными целями и задачами ни в коем случае не может быть одинакового результата. Как только ФАС начинает вмешиваться исключительно для того, чтобы предотвратить использование конкурента моего товарного знака, очевидно идёт речь о каком-то перегибе на местах или перегибе в законодательстве, потому что ФАС не должна вмешиваться в подобное развитие конкурентных отношений. Но видишь ли, в чём дело? В любом случае, если я обращусь в суд с иском о защите права на товарный знак, это приведёт к тому, что, конечно, мне станет лучше, но как бы и потребители тоже будут довольны, потому что, в принципе, сама идея, сама легитимизация права на товарный знак часто изначально аргументируется через помощь потребителям в том числе. Мы говорим, что мы предоставляем монополию на обозначение владельцам брендов для того, чтобы помочь потребителям в том числе. И если так, то разве есть существенная разница от института защиты конкуренции, который также защищает потребителей? Ну прекрасно. Разные механизмы, это правда, но цель одна и та же. Нет, цель-то на самом деле снова не совсем одна и та же, но я тебе вопрос задам, который я, в принципе, хотел, наверное, задать, и ты так уж удачно получилось сам подвёл себя к нему. Почему? Если мы все понимаем, что право на товарный знак – это не только право предпринимателя использовать какое-то конкретное обозначение, монополизировать это обозначение, но это вместе с тем ещё и право потребителя быть защищённым от незаконного использования обозначения третьими лицами, потому что я как потребитель очевидно добросовестно полагаюсь на то, что товарный знак использую только одно лицо и выбираю товар через узнавание этого товарного знака. Почему тогда, если мы отталкиваемся от подобной предпосылки защиты потребителя, мы не будем использовать, к примеру, инструментарий закона о защите прав потребителей, внезапно, а не закона о защите конкуренции, раз уж мы хотим защищать потребителя таким образом, а не рынок и не состояние конкуренции на этом рынке. Вероятно, ну ладно, я не буду за тебя отвечать, давай, давай сначала ты. Подожди, подожди, я не понял вопрос. То есть ты спрашиваешь, почему мы используем конкурентное право, а не право защиты прав потребителей? Ну, если твоя предпосылка в том, что мы товарный знак используем для защиты потребителя, и ты оцениваешь некие правовые последствия, исходя из влияния недобросовестного использования на потребителя, то почему ты, да, используешь не инструментарий закона о защите прав потребителей, в целом потребительского законодательства? Нет, я не говорю, что товарные знаки защищают только потребителей, безусловно, они защищают также и самих конкурентов. Просто я говорю, что точно так же, как товарные знаки защищают и потребителей, и конкурентов, также и законодательство о защите конкуренции защищает и потребителей, и конкурентов. Законодательство о защите конкуренции не защищает потребителей примерно никак и не должно защищать потребителей. Нет, подожди, оно... Ты имеешь в виду, что потребитель не может пожаловаться в федеральную антимонопольную службу в такой ситуации, допустим, да? Нет, ну потребитель может пожаловаться в федеральную антимонопольную службу, я скорее к тому, что законодательство не должно, не должно ни в коем случае ориентироваться на потребителей Но это очень странно, потому что суды всего мира, ученые всего мира, юристы всего мира и законодатель всего мира, когда говорят даже про товарные знаки, которые в принципе не предусматривают возможности обратиться в защиту товарного знака самим потребителям Чтобы потребитель пришел в суд и сказал, что товарный знак такой-то компании нарушается, это не предусмотрено, но тем не менее само право товарных знаков оправдывается, его существование оправдывается через интересы потребителя Да, потребитель не может нажимать на кнопки и тянуть рычаги, приходить в суд, это нормально, правоинститут обеспечивает его интересы, этого достаточно, я и говорю лишь об этом Интерес потребителя в товарных знаках вторичен, очевидно, первичным является все-таки интерес правообладателя, который использует этот инструмент в своих личных частных интересах Без разницы Да не без разницы Ну, то есть даже если так, то же самое можно сказать про законодательство о защите конкуренции Короче, смотри, ладно, главный посыл моей идеи и в принципе посыл, который наглядно виден в действующем законодательстве путем раскраничения как минимум этих двух институтов Заключается в том, что в законодательстве о защите конкуренции предметом регулирования и неким обладателем, предметом регулирования выступает рынок, а обладателем интереса выступает публичный субъект В данном случае это, вероятнее всего, либо общество через институты государственные, либо в целом просто сам по себе суверен как таковой Потому что у него есть свои интересы в том, чтобы была некая свободная конкуренция на рынках И через эту свободную конкуренцию, которую ничто не ограничивает, добросовестную конкуренцию, реализуются интересы миллионов людей, разных субъектов Мы это уже не учитываем Главная цель регулирования – это рынок И мы должны отталкиваться от установления нарушений законодательства о защите конкуренции через анализ рынка Повлияло как-то действие лиц на рынок, не повлияло действие лиц на рынок В товарном знаке все-таки первичным интересом выступает частный интерес обладания некой монополией на обозначение Через эту монополию на обозначение, да, мы точно так же можем найти интересы третьих субъектов Но исковым носителем интереса правового института выступает частное лицо И в данном случае вот это вот несовпадение публичного интереса и частного интереса в двух разных правовых институтах – это главное Мы не можем подменить друг друга этими различными институтами, потому что они направлены на регулирование разных отношений, разных предметов И через это законодательство достигает своих интересов разные субъекты Вот это главный посыл, как мне кажется, и здесь было бы странно спорить с подобным Что законодательство достижения конкуренции в первую очередь регулирует рынок и состояние конкуренции на этом рынке И оно может нарушаться чем угодно Оно может нарушаться использованием чужих товарных знаков Оно может нарушаться использованием любых других объектов интеллектуальной собственности Оно может нарушаться заключением каких-нибудь недобросовестных соглашений Оно может на самом деле распространением сведений несоответствующих действительности нарушаться И вообще на самом деле можно представить себе любое количество неких действий, которые приводят к нарушению состояния конкуренции на рынках И вот в этот момент публичный субъект должен вмешиваться Публичный субъект должен приходить и говорить, так, нет, ты ведешь себя неправильно, например Вот ты зря создал подкаст Копераст, потому что до тебя уже почти так же называли И ты тем самым переманиваешь потребителей себе Вот были некие слушатели, очень много, очевидно, у подкаста Копикаст А ты пришел и нарушил состояние конкуренции, переманил к себе потребителей, перераспределил спрос, что называется Незаконными методами, недобросовестными методами, что главное И публичному субъекту в данном вопросе абсолютно не важно, что я думаю по этому поводу Потому что я могу быть согласен, например, как владелец коммерческого обозначения Копикаста Или владелец товарного знака Копикаст Я могу быть согласен с тем, чтобы появилось некое лицо, которое, ну, так себя недобросовестно ведет Мне должно быть, мне может быть, индифферентно, но публичному субъекту уже есть резон вмешаться Потому что нарушается состояние конкуренции на рынках И страдаю в первую очередь не я и ты, как обладатели этого обозначения Копикаст, монополий на это обозначение А все наши конкуренты, все остальные подкасты, потому что появляется новое лицо, которое при добросовестном поведении Не развилось бы так быстро на рынке и не оттяпало бы так быстро эту долю Таким образом страдают все вообще, а не только мы, как носители частного интереса И в этом, мне кажется, главный мотив того, почему нельзя подменять один институт другим То есть, если ты предъявишь иск в защиту товарного знака, ты никак не поможешь рынку? Нет А если сделаешь то же самое в защиту своего обозначения, но через федеральную антимонопольную службу То рынок сразу почувствует, как ему стало легче Рынок может сразу не почувствовать Но кто-нибудь, в принципе, поймет, что им стало легче То есть, когда ты предъявишь иск в защиту Подожди, федеральная антимонопольная служба не должна просто так реагировать на каждое обращение в защиту товарных знаков Федеральная антимонопольная служба должна проводить серьезные расследования и устанавливать, повлияло ли как-то это использование Обозначение на весь глобальный рынок, на котором есть конкуренты или нет От того, что есть некий подкаст Копикаст Отлично, отлично 30 слушателей Подожди, я понял Хорошо 30 слушателей у подкаста Копикаст Появляется подкаст Копираст, у которого еще 30 слушателей Причем половина из них пересекается, например А всего глобальный рынок подкастов в России, например, мы оцениваем там в десятки миллионов слушателей Очевидно, что переманивание 30 слушателей из одного подкаста в другой, пусть даже недобросовестно сделанное, никакого влияния на рынок и на состояние конкуренции оказать не может, не способно И вся эта машина санкционная государственная, машина государственного принуждения не должна включаться в этот момент Хорошо, то есть федеральная антимонопольная служба должна включаться тогда, когда идет реально какое-то влияние на рынок Да А теперь Я бы хотел рассказать одну историю, которую мне придется потратить минут 5, наверное, чтобы ее рассказать Но это очень увлекательная история, ты с ней хорошо знаком, и я хотел бы познакомить с ней тех, кто про нее мало знает Это история того, как развивалось толкование законодательства о товарных знаках в России В тексте закона в отношении товарных знаков сказано, что Понятно, что у правообладателя товарного знака есть право запрещать другим лицам использовать дождественное обозначение, то есть точь-в-точь такое же С этим все понятно, к этому претензий нет Но вот если используется сходное обозначение, не аналогичное, но очень похоже, то закон говорит, что можно запрещать Остальным лицам использовать такое сходное обозначение, если оно сходно до степени смешения И вот если мы будем смотреть именно на закон, на формулировку сходства до степени смешения Мы, как обычные бытовые, ничем не примечательные носители русского языка, решим, что Да, да, мы как носители русского языка поймем, что степень сходства это, собственно, степень Точнее, степень смешения это степень сходства Нет, мы этого не поймем Нет, подожди, подожди Сходство это степень смешения Сходство может быть низкой степени, высокой степени И, наверное, какой-то такой степени, которую законодательно называют степень смешения Степень понятие количественное, то есть это либо слабое сходство, либо сильное сходство И, видимо, смешение это какое-то такое сильное сходство, что возникает смешение И если так понимать, то в принципе можно решить, что можно взять два обозначения, сравнить их между собой, сходные они или не сходные по звучанию, по внешнему виду, по смысловому содержанию, просто абстрактно на них посмотреть и сказать, они сходные, мало сходные или так сильно сходные, что прям до степени смешения Если до степени смешения, то все, вот оно и нарушение Впоследствии оказалось, были сомнения по этому поводу, и все-таки оказалось, что в практике и Роспатента, и судов действует на самом деле более адекватный подход Который говорит о том, что мы должны устанавливать нарушения не тогда, когда товарные знаки просто очень похожи, а должны учитывать, есть ли реальная угроза смешения То есть в этом плане смешение отделяется от сходства, и сходство это лишь один фактор, который приводит к смешению Смешение может обусловливаться также степенью однородности товаров Насколько близко в какой-то категориальной шкале находятся эти товары То есть это один и тот же товар, или очень похожие товары, или похожие, но как бы издалека похожие Например, там пиво и чипсы То есть чипсы это как бы такой сопровождающий продукт, пиво это как бы к чипсам, или наоборот И считается, что это однородные товары, но это не самая близкая однородность из всех возможных Далее могут быть такие факторы, говорят нам Роспатент и суд Например, как дороговизна товаров, которая влияет на степень внимательности потребителей Если это какие-то дешевые товары повседневного потребления, типа шоколадки по 50 рублей То, наверное, внимательность потребителей будет слабая и возникает риск смешения, даже если товарные знаки не очень сходны Обозначения не очень сходны А вот если это какие-то лакшери, очень дорогие товары, то потребитель будет очень внимателен И даже если эти обозначения не слишком-то разные, разные, но не очень разные, как бы очень похожи Но дорогие товары потребители будут внимателен, то тогда степень смешения, как бы, ну, угроза смешения падает И тогда нарушения нет И много других факторов И в итоге мы видим, что обладая правом на товарный знак, ты никогда не знаешь Какие обозначения ты можешь запрещать использовать своим конкурентам и другим лицам Потому что все зависит от конкретной ситуации Это может зависеть от региона, от дороговизны товаров Ты не знаешь, для каких товаров будет использовать похожее обозначение Понятно, что для однородных, только тогда ты можешь предъявить иск Но какая степень однородности? Много других факторов И это в конечном итоге означает, что мы не можем даже понять, какой объект находится Какой такой нематериальный объект находится в области господства правообладателя Он сам не знает, и никто не знает И мы это узнаем только в каждом конкретном деле Почему? Потому что мы не можем заранее сказать, какой круг обозначений запрещен к использованию другим лицам Мы это узнаем в конкретном деле, исходя из конкретных обстоятельств Мы не можем абстрактно сравнить два обозначения Если бы мы могли абстрактно сравнить, мы могли бы представить, что Взять любое обозначение, выдумать его и сказать Но оно насколько сходно Сравнить его фонетически, графически и семантически, как мы это обычно делаем А в реальном деле нам приходится устанавливать разные факторы И в реальном деле товарные знаки могут быть очень похожи Очень похожи И мы абстрактно посмотрев на них, можем решить, что они действительно Ну, фантастически похожи По мелочи отличаются Но исходя из конкретных обстоятельств Окажется, что Например, в результате социологического исследования, которое принесет ответчик Мы увидим, что потребители не путаются Ну, такие обстоятельства Очень дорогие товары, например Однородность неподходящая и так далее И, в общем, потребители не перепутаются Угрозы смешения нет, несмотря на то, что обозначения похожи А раз нет угрозы смешения, то и нарушения права на товарный знак нет Предположим И каждый раз суд, когда рассматривает дело о нарушении права на товарный знак Решает не вопрос о сходстве в конечном итоге Это как один из вопросов, которые ему надо исследовать Но главный вопрос, который он ставит Запутаются ли потребители? Если потребители не запутаются То нет угрозы смешения И выски в защиту товарного знака будет отказано И получается, что суд Точно так же, как федеральная тимонопольная служба Исследует угрозу влияния на рынок и больше ничего Все остальное вторично и только как фактор Поэтому исключительно право на товарный знак Это по сути неправо на какой Вот в части, где речь идет о возможности запрещать использовать Тождественное обозначение 100% аналогичное Тогда да, я могу понимать, что здесь есть В господстве правовладателя какой-то объект Когда речь идет о возможности запрещать использовать Сходные до степени смешения обозначения Мне кажется, что до никакого объекта у правовладателя нет Он просто приходит в суд и говорит Мне кажется, потребители запутаются Он именно это и должен говорить, чтобы добиться удовлетворения иска И суд должен оставить, запутаются ли потребители Ну смотри, во-первых И в общем, чтобы Не было никаких непоняток Конечный вывод, конечный тезис Что суд не решает Вопрос, залезли ли На какую-то твою территорию Частного права, какие-то твои Нематериальные владения А суд исследовал вопрос Действие ответчика привели к смешению Потребителей, к влиянию на рынок или нет И это мало чем отличается От защиты конкуренции Ну на самом деле, как мне кажется Как мне кажется, это очень сильно отличается Потому что, во-первых, когда мы говорим О товарных знаках, все-таки есть Объект, он все равно есть Потому что вот, мы можем зайти То, что ты не можешь Четко сейчас определить Его границы, это во-первых Это во-первых спорно, во-вторых Можешь, потому что у тебя есть объект Который ты можешь пощупать Ты заходишь в реестр, смотришь, вот он товарный знак Вот для этих товаров охраняется Нет, я же говорю, я вижу Я вижу Если мы говорим о возможности запрещать Использовать тождественное обозначение Тогда да, все понятно Здесь я могу пощупить границы Смотри, во-первых Давай отталкиваться от нашего кейса С копикастом и коперастом Давай Например, есть товарный знак копикаст Он есть А, он есть, да И любой конкурент, который начнет делать подкасты С словом копераст Сразу рискует, соответственно Получить иск и получить компенсацию В своем интересе Учитывая, что сходство обозначений В крайней степени высокое А однородность товаров практически тождественная Она идентичная Потому что подкаст и подкаст Суд сделает единственно возможный вывод В данной ситуации Что сходство есть Сходство до степени смешения В той категории, которой закон хочет Оно имеется И угроза смешения есть Потому что мы не доказываем Мы не доказываем, что важно Реально возникающее смешение Мы доказываем только угрозу Которая в том числе воспринимается Через степень сходства Степень однородности И дополнительный фактор Если суд приходит к пониманию Того, что есть некая Высокая степень сходства И высокая степень однородности Он может вообще ничего больше не анализировать И однозначно делает вывод О возникающей вероятности смешения В случае, когда мы говорим О нарушении закона О защите конкуренции Мы, как минимум, должны Установить факт влияния на рынок То есть факт смешения Это минимум Это, собственно, первое О чем Первое различие О чем идет речь Во-вторых, когда мы ведем пример Вот этого копикаста и копираста С 30 слушателями в обоих подкастах Мы понимаем, что Отталкиваясь от глобального рынка От российского рынка подкастов Оцениваемого в десятки миллионов потребителей Никакого реального влияния На состояние конкуренции Любое из этих лиц Используя Средства индивидуализации Любого из этих лиц Осуществить не может То есть туда-сюда Перетекание спроса Тридцати потребителей Никакого влияния На глобальный спрос на рынке Десяти миллионным Минимум десяти миллионным А то и там Двадцати-тридцати миллионным Делать не может И в этом случае Вот эта частная возможность Смешения Которого защищает товарный знак Недостаточно Для вывода О том, что эти действия Каким-то образом Повлияли на рынок То есть в чем моя идея В том, что Состояние конкуренции Это значительно Более сложный Более комплексный объект Который По себе Просто так пошатнуть Одной вероятностью Смешения обозначений Нельзя И вот как раз Когда мы говорим Об этом товарном знаке И о его границах Пускай достаточно аморфных Как ты, наверное, правильно Заметил Про то, что в разных случаях По-разному оценивается Но у него все-таки Есть какие-то границы Которые Не являются Границами рынка Они значительно меньше И в пределах Вот этой доли рынка Ну, типа 30 человек От 10-ти миллионного рынка У меня есть монополия Это моя территория На которую Лезть нельзя Это моя частная территория Для вывода О нарушении Законодательства Конкуренции В идеальном мире И для привлечения Карательного механизма Государства Мы должны делать вывод Что лицо посягает Своими действиями Не на мою маленькую Вот эту вот территорию А на территорию Всего рынка Он заходит на Публичную зону Заходит на Точнее даже не на публичную Пускай Это может быть Называться и публичной территорией Это может называться Суммой территории Всех частных лиц Которые там есть Потому что рынок Очевидно ограничивается Теми предпринимателями Которые на него заходят И теми потребителями Которые на него заходят Никакого на самом деле Государства Регулирующего рынки И нарезающего его Как пирог Его нет Но вот эта совокупность Частных лиц Которые предлагают Услуги товара И потребляют Услуги товара Создает вот этот вот Интерес Который мы в действительности Должны защищать И здесь мы можем Оттолкнуться На самом деле Даже от закона В том виде В котором он существует Есть проблема Издалека начну В русских судах О том Что мало кто Мало кто из судей Пользуется Невероятно глобальной Терминологией Которая Сокрыта В двух-трех словах Обычно Двух-трех предложениях Это Цели и задачи Конкретного Отрасли законодательства На самом деле Любая норма Которая есть в законе Она написана Для чего-то И вот этот способ Телеологического толкования Через цели регулирования Он нормальный И он должен Использоваться Как можно чаще И сутья Применяя Конкретную норму Может И наверное Даже должен В ряде случаев Отталкиваться От цели регулирования Закона И мы видим Что законом Предметом Целью законодательства Защитие конкуренции Является Предупреждение Пресечения Недобросовестной Конкуренции Ну и соответственно Целями Является Обеспечение Единства Экономического Пространства Свободного Перемещения Товаров И свободы Экономической Деятельности В Российской Федерации Создание условий Для эффективного Функционирования Товарных рынков И значит Все те нормы Которые идут Дальше по тексту Закона Должны применяться Только в целях Вот этого Установленного Законодателем Обеспечение Единства Пространства И создание условий Для эффективного Функционирования Рынков Если действия Конкретных лиц Никоим образом Не посягают На условия Эффективного Функционирования Товарных рынков Не затрагивают Существующую Конкуренцию Мы не должны Давать возможность Частному Субъекту Использовать Весь этот Санкционный Механизм Государства Который В действительности Должен быть Очень жестоким В своих частных Целях Вот В чем В чем история Поэтому Вот это Возникающее Смешение Локальное Оно Посягает На товарный Знак Но все еще Не посягает На Закон о защите Конкуренции И Вот эта Схожесть Терминологии Она Не должна Вводить В заблуждение Ну давай Проиллюстрируем Еще раз Чтобы я Понял И Слушатели Наших Замечательных Дебатов Это поняли Вот если Мы Как Собственно Создатели Копикаста Обратимся К нашим Негодяям Конкурентам Которые делают Подкаст Копераст Точнее даже Не обратятся Не к ним Сначала Понятное дело Обратятся Копитензи Скажут Прекратите А потом Пойдут В федеральную Тимонопольную Службу И скажут Вот вам Например Социологический Отчет Который Говорит Что Многие Кто Слушают Копераст Искренне Считают Что они Слушают Копикаст С Антоном Яндресиком И Виктором Горским Мачаловым Но Вот Они Это делают По ошибке И очень Разочаровываются Потребители Путаются Вот если Мы докажем Федеральной Тимонопольной Службе Что потребители Путаются Это Недостаточно Для признания Нарушения Законодательства Защиты Конкуренции Смотри Оно Даже По букве Действующего Закона Недостаточно Потому что По букве Закона Для установления Недобросовестной Конкуренции Мы должны Доказать Наличие Или угрозу Получения Убытков Любым Лицом На рынке То есть Даже В существующей Парадигме Этого Недостаточно Самого по себе Факта Возникающего Смешения При том что То самого по себе Факта Возникающего Смешения Для товарного Знака Вполне себе Достаточно Потому что Я заранее Огородил Свою территорию Поскольку Я в законодательстве Конкуренции Этого не огородил Мне вводят Уже даже сейчас Дополнительные Меры Реагирования ФАС должна Доказать Убытки При этом В каком-то Угрозу Ну или угрозу Убытков Но Да Вот Поэтому этого Самого по себе Недостаточно Но В более идеальном Мире Этого Наверное Должно быть Недостаточно Вообще Самого по себе Факта Вот этого Смешения Двух Подкастов Его должно быть Недостаточно Для того Чтобы ФАС Всей своей мощью Врвалась Врвалась В наши Отношения И Что-то там Решало То есть Хорошо Угроза Причинение Убытков Или наверное Какой-то Упущенной Выгоды Ну Может быть Что-то еще Надо Или вот Вот Смешение И угроза Убытков Или еще Что-то Нужно доказать ФАС Чтобы получить Какое-то Реагирование Ну смотри В каком-то Более Как это Назовем Идеальном Регулировании ФАС Должна провести Комплексный Анализ рынка И посмотреть Что-то изменилось На рынке Или нет Повлияло Фактически Фактически Да Из-за действий Конкретных И установить Причинно-следственную Связь между Тем Как изменился Рынок И действием Конкретного Лица То есть ФАС Должна Установить Не угрозу Смешения А реально Что реально Произошло Смешение Ну это Даже Опять же Из текста Закона Так В принципе Толкуется То есть Если угроза Есть Но То есть Мы наказываем Например Что потребители Могли бы перепутать Мы можем Это доказать Но мы не доказали Что потребители Реально перепутали Что это событие Произошло И кто-то Реально там Скачал Не тот подкаст Но причем Не в единичном Случае А в достаточном Случае Чтобы делать Какие-то выводы В остальных Случаах Пожалуйста Пользуйтесь Предоставленными Вам законом Институтом Товарных знаков Пожалуйста Ограничивайте Себе Свои частные Интересы Используйте Для этого Частные методики Не используйте Государство Потому что В противном случае Мы попадаем В ситуацию Когда мы Создаем Себе Сами Недобросовестных Правообладателей На самом деле Потому что Правообладатель Начинает защищать Свои частные Интересы Не только Механизм Который для этого Максимально Предусмотрен Товарными знаками Просто идти сразу В фаз Он Никак Ничего Ну то есть В совершенно Идиотической ситуации Когда Два подкаста Существуют вместе И подкаст Копикаст Не получил Правовую охрану На собственный Товарный знак Пришел и сказал Яко Идиотическая ситуация Да Ну невозможно Такое Представить себе даже Пришел и сказал Я Копикаст Через какое-то время Через месяц Появился подкаст Копираст И мы с тобой Значит Написали Заяву В фаз И побежали Жаловаться Что Используют Обозначение Похоже на наше Мы не сделали Ничего Для того Чтобы Каким-то образом Получить в будущем Привилегии Для своего Частного интереса Мы Соответственно Подкаст Копираст Он Ознакомился Учитывая Что есть Институт Товарных Знаков Ознакомился С реестром Понял Что Ничего Нет Он же Не обязан Изучать Весь рынок Десятимиллионный Стамиллионный Какие есть Предприниматели Там Сидим Мы У нас Два Слушателя Они Выходят За месяц Набирают Двадцать Тысяч Слушателей Но Исключительно За счет Своей Маркетинговой Компании А потом Приходим Мы И говорим Фаз Накажите Пожалуйста Потому что Они использовали Обозначение Такое же Как у Нас И Фаз Вместо Чтобы Сказать Нам Вы Ребята Ничего Не сделали В защите Своего Обозначения Вы Никак Не Пошевелились А просто Сидели И ждали Фаз Говорит Блин Точно Используют Незаконно Недобросовестно Давайте Накажем И наказывают Причем Какими-нибудь Дикими Оборотными Штрафами А в Действительности Мы Как носители Частного Интереса Ничего Для этого Частного Интереса Не сделали Кроме Как Пошли Сугово Публичный Орган И попросили Орган С публичными Функциями Защитить Наш Частный Интерес И это Тоже На самом деле Проблема С которой Нужно Бороться Я не Говорю Что так Бывает Всегда Но так Бывает И мы Должны С этим Как-то Что-то Решать Ну Ты же Понимаешь Антон Я тебя Разочарую Фактом Который Ты сам Знаешь Что Федеральная Антимонопольная Служба Ну Почти Всегда Когда Устанавливает Факт Нарушения Законодательства Защиты Конкуренции Она просто Устанавливает Что есть Угроза Смешения И говорит Что Ну вот Раз есть Угроза Смешения Очевидно Потребители Могут Перепутать Очевидно Это приведет К Какому-то Перераспределению Прибыли Вот она Собственно Автоматически Угроза Причинения Каких-то Убытков Или Недополученной Прибыли Ну да И в конечном Итоге Все скатывается В Установление Угрозы Смешения Как и В исках По товарным Это правда Это правда Это так работает Сейчас Это так работает В связи с Разъяснениями ФАС России Так работает В связи С судебной Практикой Я согласен Что это так Работает Я тебе пытаюсь Объяснить Лишь то Что так работать Не должно Но Это некий Идеальный Мир Будущего Прекрасная Россия Будущего Я не знаю Как это можно Назвать Как угодно Где есть Четкое Разграничение Между институтами Где у ФАС Возможно Больше полномочий Для регулирования Рынок Рынков Где ФАС Ну я не знаю Лучше работает Хотя По некоторым В некоторых Моментах ФАС И так Действительно Хорошо работает Но им Предоставлено Больше полномочий Они полностью Ими пользуются И они Нормально Регулируют Рынки Как рынки А не как Защиту Частных Интересов То что Сейчас Отдельное Управление ФАС Россия В отдельных Делах Действительно Занимаются По сути Защитой Сугубо Частного Интереса Это мало Чем Меняет Потому что Так быть Не должно В моем Понимании Этой ситуации Вот Это как Я от этого Отталкиваюсь А не от того Как это в реальности Сейчас есть Ну вот Если мы можем Позволить себе Пофантазировать На тему того Каким могло бы быть Правоприменение Какой Как 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 могла бы быть Интерпретация Закона Может быть Если бы Вот в этом Идеальном мире О котором ты говоришь Законодательство Защитить Конкуренции Работало Так Как ты Описываешь Работало бы Может быть Тогда имело бы Смысл Влезть И в то Как интерпретируется Законодательство О товарных знаках И Сделать так Чтобы Границы Товарного знака Круг Тех обозначений Которые можно запрещать Использовать Своим конкурентам Тоже как-то Ограничить Более четко И Решить Что Степень смешения Это все-таки Когда очень похоже И все Ты Ты Пытаешься У нас была бы Защита Конкуренции Которая работает По-своему У нас Была бы Защита товарных знаков Которая работала бы По-своему Они бы как-то Дополняли друг друга Были бы точно Разными институтами А товарные знаки Можно было бы Более Более понимать То есть Более осознавать Что у тебя Находится во владении И Хотя бы как-то Можно было бы Проще Предсказать Чем закончится суд На самом деле Ты пытаешься Сейчас Спровоцировать меня Чтобы я согласился С тобой В нашем давнем споре Но я соглашаться Не буду Почему? Смотри Смотри На самом деле Мы можем уже даже вернуться В объективную действительность В Россию Сегодня А не прекрасного Будущего Там Чего угодно Потому что уже сейчас Верховный суд О своем постановлении Годичной давности И в целом Суд по интеллектуальным правам Своей деятельности Они ведут нас К этому четкому Более четкому Определению Границ товарного знака Нет Ну смотри Ну пленум же Точно закрепил То что есть сейчас Смотри Это прекрасно Потому что это очень Это помогает В действительности Более четко Прогнозировать То как мы видим Судебные Исходы судебных дел Смотри Что нам предлагает Верховный суд И суд по интеллектуальным правам Они говорят Что есть некая Условная модель Которую Они не называют Имен и цифр Но Условно Эту модель Можно посчитать В каждом конкретном случае Прямо взять циферки Взять блокнотик И сложить То есть у нас Например Есть некое Для установления Смешения Есть три отдельных Категории обстоятельств Это сходство Однородность И дополнительные обстоятельства Мы например Можем сказать Что сходство Там стоит В итоговой оценке 5 5 баллов Чем больше сходство Тем больше оценка Там самую высокую Степень сходства Тождественность Номер 5 А низкая степень сходства Очень низкая степень Сходство Чуть-чуть похоже Это 1 Мы в каждом конкретном деле Определяем Где похоже А где нет И ставим эту оценочку Дальше переходим К однородности Там еще все проще Там можем сказать Что например В совокупности Оно там тоже 5 дает Идентичные товары Это 5 Абсолютно разные Ноль И там Товары Которые входят В один и тот же класс МКТУ Например Там условно 4 Корреспондирующая класса Условно 3 Ну то есть Какие-то цифры Это на самом деле По своей практике Точном И ты наверное По своей практике Можешь точно это подтвердить Что мы можем Исходя из сходства Однородности И еще каких-то Дополнительных критериев Посчитать Что сходства нет А на руках будет Социологический отчет Который однозначно скажет Потребители реально Собираются запутаться Ну прекрасно И нам придется поверить Социологический отчет Скажет Что есть угроза смешения И суд должен будет С этим согласиться Суд может не соглашаться А математика Которая предлагается Пленумом Никак ему в этом Не помогает Даже тот же Пленум Говорит Что суд может Не соглашаться С мнением Конкретных потребителей С опросом Но он обязан Его оценить А почему И это достаточный Уровень дискреции Опять же Очевидно Здорово Но это собственно Лишает смысла Весь этот институт Потому что тогда Всем будет плевать Есть угроза смешения Или нет Потому что потребители Говорят Что мы собираемся Запутаться А суд говорит Да плевать Что есть какая-то Угроза смешения Моя математика Мне говорит Что Мне надо Отказать в иске Это же как раз И есть та самая Искомая правовая Определенность Которую ты ищешь Правовая Определенность Закрепленная В нормах Когда у тебя Есть возможность Не прибегая К дополнительным вещам Типа соцопроса Предположить Вероятностный Исход судебного Дела С большой вероятностью Типа больше Пятидесяти процентов Там К 80 Хорошо Так давай Усилим Эту Точнее Доведем Не просто усилим А доведем До адекватного Нормального состояния Эту Математику И сойдемся На том Что товарные Знаки Позволяют Запрещать Использовать Более конкретный Круг обозначений Которые Очень похожи На мое обозначение Что такое Очень похоже Это еще более Размытая категория На самом деле Ты же знаешь Я тебе говорю о том Как мы устанавливаем Сходства Мы Используем Графический Фонетический И Семантические Факторы Все оценивают Сходства По-разному И вот эта категория Очень похожа Она еще более Запутывает Всех вокруг Потому что Сильная степень Сходства Такая сильная Степень сходства Что Хорошо А средняя степень Сходства Хорошо А подкаст Хорошо Подкаст Копикаст Копикаст И копираст Похожи друг на друга Да Похожи А если бы Это был Например Копикаст И Копипаст Я не знаю Ну то есть Как бы Какие-то менее Похожие вещи Но при этом Потребители Очевидно Опять же В твоей же логике Мы делаем соцопрос И понимаем Что Блин Перепутают Вот возьмут И перепутают Прямо фактически А не похожи Так вот я и говорю Давайте Может быть В каком-то идеальном мире Перестанем опираться На социологические отчеты И будем относиться К объекту частного права Как К объекту частного права Как Что-то Что будет работать Независимо От Там Как нарушены ли действительно Чьи-то интересы Или что-то Повлияло Знаешь Например Право собственности Мы знаем Что право собственности Для того чтобы Например Частное право собственности Для того чтобы Для того чтобы люди Там Были защищены От того Что кто-то приходит На их территорию Мешает им жить Стесняет их Но мы знаем Что право собственности Частное право собственности Защищается Сто процентов Даже если у тебя Сто квартир В одну из квартир Которую ты даже В глаза никогда не видел Кто-то пришел посторонний Все Нарушено частное право собственности Хотя ты вообще никак не пострадал И никто никак не пострадал Оно просто нарушено Потому что зашли за границу Фактически он никак не пострадал Юридически очевидно пострадал Потому что не может пользоваться вещью нормально Вот так давай скажем Что юридически Фактически нет никакого смешения Плевать нам на фактическую угрозу смешения Допустим нет никакой угрозы смешения фактически Но юридически Настолько похоже обозначение Просто похоже Именно похоже абстрактно Что этого достаточно для того, чтобы сказать, что на мою территорию нематериального господства зашли, всё. Так это уже и сейчас есть, это в предлагаемой Верховной суде математической модели сейчас есть, очевидно есть, потому что установив высокую степень сходства и высокую степень однородности, суд уже приходит к выводу о том, что кто-то куда-то вмешался. Нет, я принесу социологический отчёт и скажу суду, суд, кажется, что ты что-то не учёл, потому что потребители не запутаются, и всё, и суд должен будет согласиться с социологическим отчётом, потому что он скорее должен признать, что он что-то не учёл, чем закрывать глаза на реальную угрозу спешивания. Прекрасно, я тоже принесу социологический отчёт, где будет доказано, что потребители перепутали. Отлично, два взаимосвещающих социологический отчёт. Ну, значит, какой-то из них ошибается, и мы всегда можем это верифицировать. Нет, не обязательно, не обязательно. Социология, ну, проще, такая же неточная, как и юриспруденция, а то еще и более неточная, на самом деле. Факты всегда верифицируемы. Любые факты всегда можно верифицировать. В том числе и сходство обозначений. Поэтому, вот как раз позиция Верховного суда, она позволяет верифицировать возникающее смешение, потому что она предлагает четкие критерии, только одним из которых является, точнее, даже не является, на самом деле, вот этот социологический отчет как отдельное доказательство. И в данной модели… Нет, нет четких критерий. Нам предлагают целую… У нас был один критерий, допустим, только сходство, нечеткий критерий. Так давайте еще пять нечетких критериев, еще десять нечетких критерий. У нас никогда не было одного критерия сходства. Это понятно, я говорю, из текста закона, если мы будем обращаться только к словам степень сходства. В тексте закона написано в отношении однородных товаров, как минимум. В общем, неважно. В моей модели, если мы опираемся только на сходство, у нас есть один критерий не очень четкий. В модели Верховного суда и в том, как работает практика, у нас десять-пятнадцать нечетких критериев, и мы все не можем их нормально оценить. Два критерия? Два. Достаточно четкие. Достаточно четкие. Они не могут быть вообще… Очень нечеткие. Очень нечеткие. Само сходство вводит в ступор. Однородность тоже вводит в ступор. У нас есть какие-то методические рекомендации Роспатента, но мы каждый раз как бы не очень уверены, никогда не можем быть очень уверены. Ладно. На самом деле пора завязывать эту всю перепалку, потому что какая-либо структура повествования уже давно ушла прочь. С копикастом и копирастом мы вообще ничего хорошего не сказали, кроме того, что разные институты направлены, очевидно, на достижение разных интересов, и слава богу, что они разные и прекрасно. Не надо ничего заменять. Я думаю, что ты, Виктор, со мной согласишься. Я надеюсь. Ну, в общем, краткий вывод. Если вы захотите сделать подкаст, не называйте его копираст или копикаст. Да, или копипаст, или копиласт. И, короче, еще много всяких разных слов, которые прямо сейчас определить невозможно. Все, ладно. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. Заходите в наш Телеграм-канал Games of Brands на YouTube. Мы теперь выкладываем выпуски на YouTube, пока сидим дома. Возможно, традиция продолжится в будущем. Слушайте все наши предыдущие выпуски. Там, возможно, более интересные и как-то более жизненные разговоры. Вот. Оставайтесь с нами и всем пока. Всем пока. Все. У меня записалось. Блин, у меня записалось. У меня изо피. Да. У меня archetype. Пока. Блин, у меня сын. Продолжение следует...